всем привет я делаю сегодня покажу очень красивую идею которую вы можете сшить в своем варианте или повторить мой в общем я уже все посчитала рассчитала и нам нужно сейчас я взяла три цвета синий красный и белый какой был собирала там белых лоскутов так значит для начала вот я вам сделала шпаргалку девчоночки вот и сейчас нам нужно заготовить три стопочки вот верхняя часть написанного до 8 красных и 8 фоновых вырезать квадратов я буду вырезать 15 сантиметров и мне так удобно по линейке и размер меня этот устраивает вы можете взять любой размер свой вот сейчас посмотрите что получится в итоге вот так значит 8 красных и 8 белых надо да у меня нет белой ткани поэтому я насобирала уже из того что было вот это вот красная ткань бязь а вот эта ткань я не знаю как называется но она она красивая такая хорошенькая мягенькая но она ползет в разные стороны но тем не менее у меня нет не было чисто белого цвета и я взяла вот уже какой был и вы знаете мне даже очень понравилось по цвету что вот не чисто белая вот такой это даже как-то так красиво смотрится посмотрите в готовом варианте а мы тем временем вырезали в общем по этой бумажке я вырезала три вот таких стопочки 8 красных 8 фоновых 2 синих 2 фоновых и 6 красных 6 синих будет по шпаргал очки за скриньте себе и будете вот и сейчас три этих пары как бы стопочки да нам нужно вернее три вот этих отдельных стопки собрать в квадратики вот таким вот образом то есть мы берем квадрат по диагонали проводим ручкой или вот таким образом просто заглаживаем смотрите кому как удобно и дальше прокладываем строчку будет с обеих сторон от этой диагонали таким образом поступаем со всеми тремя стопочками вот удобнее начертить поэтому вот видите прям вот так не срезая ниточки мы соединяем складываем лицом к лицу проводим линию и с одной стороны от этой линии прокладываем шевчик ну и соответственно как дошли до конца собрали все квадратики нам нужно то же самое проделать с другой стороны проложить еще один шов вот видите как удобно и получим вот такую гирляндочку теперь повернули с другой стороны шевчик видите от начерченной линии вот ну а дальше все это нам нужно разделить и разрезать по начерченной линии таким образом после того как разрезали нам нужно все это разгладить кто-то разутюживает швы я просто вот таким образом на красную сторону загладила все шевчики и дальше нам нужно срезать уголочки ну я по крайней мере делаю так вот и в итоге девчонки у нас получились вот такие заготовки то есть все то же самое мы проделываем и с остальными подготовленными стопочками соединяем пары прям по этой бумажке как написано вот и в итоге у меня получились вот такие заготовки квадратики 14 сантиметров то есть изначально мы их вырезали 15 сантиметровые да а после вот этих манипуляций всех не получились квадраты 14 сантиметров и дальше я дорезала еще 12 синих и 20 фоновых 14 сантиметровых квадратика очень удобно пользоваться вот этим роликом собирать мусор вот видите три стопочки по нашему из нашего списка и дальше там у меня значит идет 12 синих я уже просто все посчитала рассчитала и 20 фоновых то есть белых в данном случае да вот и они уже должны быть 14 сантиметровые вот после того как мы все заготовили мы выкладываем наш рисунок в центре у нас идет такая вертушка дальше мы из нее ее наращиваем и получается вот такая потрясающая звезда смотрите мне даже больше вот такой фон нравится когда он имеет немножечко не чисто белая вот такой вот но на столе у меня нет места не удобно показать вам все разложить поэтому я выложила на стене смотрите какой красивый рисунок получается вот такая звезда в такой вот переплетенной рамки двуцветный смотрите какая прелесть да и вы знаете девчонки вот эта звезда по идее то она может быть какой угодно я там в конце пару фоточек выложила вы можете сделать в центре какую угодно звезду не обязательно именно такую это может быть и солнце какое-то там нью-йорк бьюти да и какая угодно общем звезда ну а сейчас мы собираем то есть вот 1 2 вертикальные ряды соединяем нашим любимым способом ускоренным до дальше к нему подсоединяем третий ряд и четвертый но сейчас складываем все это в стопочки вот у меня две стопки это первый вертикальный ряд и второй вертикальный ряд если девчонки кто не знает как это делается собираются вот эти стопочки так чтобы не потерять рисунок то посмотрите одеяло для первоклассник для начинающих я там вообще все 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 пошагово показывал да вот и вам станет понятно но мы тем временем вот таким вот образом опять же не срезая ниточки данный топ я еще и оверлоком проходилось мне так надо но по идее если вы для одеяла для подушки там для чего-то для стёганые вещи то это ни к чему это я просто мне так надо вот этим временем мы взяли третий вертикальный ряд сложили в стопочку с самого верхнего начиная да и вот таким образом ускоренная сборка это и быстро и удобно и рисунок не потеряется у вас таким образом третий ряд пришили вертикальный столбец вот этот да идем за четвертым ну и таким образом на выращиваем наш топ и вот такая вот гирлянда у нас получается видите все квадратики держатся на ниточках все правильный рисунок нигде не нарушен и дальше нам нужно соединить уже вот эти вертикальные ряды дайте просто складываем у нас она ниточки ничего нигде искать не нужно единственное что нужно учитывать вот таким образом должны располагаться при пуске в противоположные стороны друг от друга да вот за этим только следите все если вам очень важно идеальное соединение и вы боитесь что не получится то скалывайте в шов и все вот и все и вот так поочередно соединяем 1 дальше 2 и так все полотно единое целое и получается просто прелесть у меня во первых и в наличии просто есть и нравится мне вот это сочетание красный си белый синий красный поэтому я решила уже не выдумывать ничего вот и фон этот мне даже еще больше понравился смотрите как здорово смотрится когда там не чисто белая вот такие какие-то поэтому иногда нужно даже не бояться если нет чисто белого там например или там какого-то другого фона вот он вполне возможно и с таким небольшим принтом смотрится даже еще лучше после того как мы собрали все полотно вот я вырезала две одинаковых полосы ширину я даже не замеряла буду по длине я померила именно по стороне нашего лоскутного блока заготовки и выкрала одинаковые две полосы и сколола противоположным к противоположным сторонам этого квадрата и после того как пристрочила то же самое проделала с боковыми сторонами также вырезала одинаковые полоски так чтобы у нас нигде ничего не повело приколола их и прострочила дальше девчонки по-хорошему нужно белую полосу и широкую красную но у меня нет белого в наличии поэтому я на этом остановилась ну а с вами я на этом прощаюсь совсем ненадолго желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения очень надеюсь что это видео вдохновит вас на собственные идеи всего вам доброго пока пока субтитры сделал DimaTorzok